Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов посетил новое здание социального пансионата для людей старшего поколения и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Постояльцы уже обживают новое здание. Насколько изменилась их жизнь, устраивают ли их условия, лично убедился в этом глава. Альбина Ламкова продолжит тему. Очень хорошие люди. Они не только свою работу делают, они вникают, спрашивают, считаются с нами. Кормят здесь отлично. Постоянно, каждый день мято, овощи, фрукты, просто, чистота, условия все. Люа Закараева живет в пансионате 7 лет. Поступила сюда в тяжелом состоянии. Практически не ходила и не говорила. Рассказывает медсестра Мадина Абитова. Она встала на ноги. Мы ей помогли с потерей сына. Психологическая травма была у нее очень такая серьезная. За 7 лет она в себя пришла. Позитивные изменения в здоровье, пожалуй, самая главная цель опытного квалифицированного персонала. А условия пребывания постояльцев только усиливают этот эффект. Для нового пятиэтажного здания социального объекта на 122 места разработана интересная архитектура, напоминающая современный дом отдыха с благоустроенной территорией и уличной спортплощадкой. На сегодняшний день здесь проживает 54 человека. Надо отметить, что наряду с постоянным пребыванием теперь внедрены и другие новые формы работы. Так действует услуга «Семейный помощник». Она предусматривает временное пребывание в пансионате граждан пожилого возраста и тех, кто нуждается в постоянном уходе от двух недель до трех месяцев. Также на базе учреждения открыт первый в республике пункт проката технических средств реабилитации. «Обеспечится у нас и уход, и питание, и досмотр. Это индовременно. Мы уже семья здесь». Постояльцы с большим удовольствием рассказали гостям об условиях проживания в новом пансионате. Конечно же, в здании царит неподдельно тёплая и дружелюбная атмосфера. Глава региона поздравил всех с новосельем. Это знаковый подарок в год столетия республики. «Спасибо. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, хорошего настроения. Если что-то вдруг, вы хотели бы ещё какие-то изменения, вы мне сейчас обязательно скажите, или пожелали». На первом этаже расположены просторные актовые и обеденные залы. «Какое? Хорошо. Хорошо, да. Ну, отлично. Это само право. А мы вас приносим обязательно, чтобы вы с нами чай попили, по обеду». Были и те постояльцы, которые по состоянию здоровья не могли спуститься. Их глава республики навестил в палате. «Но условия лучше здесь?» «Ну, пока хорошо лучше». «Хорошего отдыха тогда». «Хорошего отдыха тогда». «Хорошего отдыха тогда». Пансионат оснащён необходимой техникой и мебелью. На каждом этаже имеются медицинские посты, столовые и буфеты. В свободное время постояльцы любят смотреть телевизор. «Какие-нибудь песни, что-нибудь такое, вот природа. Вот больше этого». Современный дизайн, комфортные условия, спокойная атмосфера – всё это располагает людей. А реабилитационные и медицинские услуги, предоставляемые социальным пансионатом, дают постояльцам облегчение и уверенность в завтрашнем дне. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибуков, Вести Карачаева, Черкесия. Курорт «Воспеты поэтами» в год столетия Карачаево-Черкесии свой 154-й день рождения отмечает Тиберда. Для жителей гостей организовали спортивные и культурные мероприятия. На праздники побывал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Известный российский город-курорт Тиберда – чудесный уголок, который славится своими санаториями, базами отдыха, целебным воздухом и живописнейшими пейзажами. В парке курорта состоялись различные спортивные состязания по армрестлингу, национальным видам лазанья по промасленному канату Джао-Джип, также в программе поднятия двухпудовой гири, стрельба из лука и футбол. Принять участие мог каждый желающий, а победителя и призеров ждали денежными призами. Здесь территория не позволяет, мы хотели тоже национальную борьбу провести, но я думаю, в будущем мы будем все это учитывать и проводить все национальные виды спорта на этих площадках. Особой изюминкой праздника стала дегустация блюд карачаевской кухни. Гости жителей курорта могли попробовать айран, всеми любимые хачаны и национальное блюдо бышлак-пещерген. Приятно видеть, что наша Тиберда развивается, и отрадно, что традиция празднования дня города продолжается, отмечают жители. Я еще был маленький, я помню, каждый год проводили подобного рода мероприятия, где полтаж были, где разные игры, где поднимались дети, собирались, молодежь соревновалась. Это очень приятно, это очень нужная вещь, поэтому большое спасибо организаторам за данное мероприятие. Посмотрите, все дети счастливы. От имени руководства республики всех собравшихся поздравил с днем города министр туризма и курортов Карачаева-Черкесии Расул Тикеев. Он пожелал процветания мира и благополучия. Мы гордимся своей малой родиной, нашими традициями, достижениями наших земляков. Это праздник тех, чьим трудом преображался город, и тех, кто сегодня приумножает славу этого города. И, конечно, праздник молодого поколения, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой родины. В свою очередь, исполняющий обязанности мэра Карачаевского городского округа Марат Урусов, «Поздравляю всех», отметил, что Тиберда является местом, где круглый год люди здесь отдыхают и оздоравливаются. Тиберда принимает детей со всех уголков нашей страны. Здесь отдыхали дети из Чеченской республики, из республики Дагестан. А с момента начала специальной операции дети из Донецкой и Луганской национальных республик отдыхают и поправляют здесь свое здоровье. Мы рады видеть всех желающих на нашей благодатной земле. После для всех собравшихся был организован праздничный концерт с выступлением артистов отдела культуры Карачаевского городского округа. А завершилось праздничное мероприятие ярким фейерверком. Анахан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Тиберда. Мед, мыльные розы и свежие замороженные морепродукты. В Черкесске на территории агропарка прошла продовольственная ярмарка, приуроченная к столетию Карачаево-Черкесии. В ней приняли участие товаропроизводители Карачаево-Черкесии и соседних регионов. Автобусы доставляли жителей и гостей города к агропарку совершенно бесплатно. На ярмарке побывал Мадина Каракетова. Запах копчености и задурный смех сразу привлекают к лавке склада заморозки. Реализаторы Татьяна и Марина охотно предлагают представленный ассортимент, не забывая подчеркнуть, что сегодня все новинки и дешевле, чем обычно. Цены ниже на 15-17% чем в розничной нашей сети. В сезон закруток многих посетителей ярмарки интересовали овощи. А для чего вы берете? Для аджики. А по ценам дороже, дешевле? Нет, по ценам дешевле, но потому что он чуть-чуть как бы не высшего сорта перчик. Пришедшим за томатами повезло больше. Их продавали в нескольких местах. Нас очень все устраивает. Цены доступные. Сезон заготовок. Что вы купили сегодня? Сегодня? Ну, только ходим, выбираем, смотрим. Ну, вот сейчас у нас в плане помидорчики. А насколько они дешевле, чем на рынке? Ой, ну, вы знаете, даже трудно сказать. Ну, вот здесь по 25, там по 15. Кому как устроить. Ну, мне вот эти устроили по 25. А вот те, кто пришли за медом, явно довольны. Ммм, какой вкусный мед. Очень вкусный мед привезли здесь. Ярмарка хорошая, весело. Но в прошлом году лучше было. Более мясо они привезли сегодня плохо. С гор. Сладкий нектар представлен в более широком ассортименте. Татьяна Иванова привезла мед из Георгиевска. И не просто мед, а волшебный. Этот, например, смомеет для крепости костей. А с имбирем от простуды. Больше берут. То есть количество. В прошлый раз брали мало, по чуть-чуть. А сейчас уже, видно, распробовали. Берут большее количество. А эти букеты, не поверите, из мыла. Делает их Татьяна собственными руками. Пахнут они, как самые настоящие живые цветы. А секрет – капли ароматного масла. Добавляем сами уже масла, мыльную основу. По формам распределяем. И делаем такие композиции. Пользуются спросом? Да. В основном это берут на подарки. Домой, как композиция. Очень хорошо пахнет. Вот так свежая. Не знаю, никогда не завянет. Также жители Черкесском могли приобрести более дешево, чем обычно, картофель, морковь, рассаду, хризантем, зелень и выпечку. Небогатый ассортимент предлагаемой продукции сельхозтоваропроизводители объяснили тем, что еще не весь урожай собран. Но они смогут приятно удивить жителей и гостей Черкеска на традиционной осенней ярмарке. Мадина Каракетова, Расул Бердиев. Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии. Многовременные дочи гроза, днем бессущественных осадков. Ветер западный 5-10, температура ночью 16-18, а днем 32-34 градусов тепла. Только до 4 сентября в Кисловодском цирке. Новая грандиозная шоу Гиерация «Пещаная сказка». Код города 8-7-9-3-7, 2-96-58, категория 0+. Ортопедический салон предлагает средства реабилитации, изделия для позвоночника и суставов, компьютерная диагностика стоп, изготовление индивидуальных стелек, детская и взрослая ортопедическая обувь. Черкесск, улица Кавказская, 37, торговый центр «Панорама». Окна в рассрочку! Оконный комбинат 8-938-333-90-00. Только до 4 сентября в Кисловодском цирке. Суги и Рация «Пещаная сказка». Атовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест, постельные принадлежности, полотенца и многое другое. Скидка 30% на все. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-938-030-30-50. Продолжаем выпуск. В рамках всероссийской акции «Один день с участковым» председатель общественного совета при МВД по Карачао-Черкесии Мария Табиева и журналисты заступили на службу вместе с участковым полномочным полицией ОМВД России по черкесску Анзором Качивым. Майор провел для стажеров утренний инструктаж и пригласил в рейд в отдаленные районы города совместно с представителями администрации города и пожарной части. При обходе административного участка полицейский рассказал, что сотрудники не только раскрывают преступления и проводят профилактические беседы, но и проверяют граждан, ставших на миграционный учет. Владельцев оружия также посещают по месту жительства лиц, состоявших на учетах в органах внутренних дел. Завершился рабочий день подведением итогов. Участники акции поблагодарили правоохранителя за интересное погружение в профессию и плодотворно проведенное время. Находящиеся в Карачао-Черкесии дети из Луганской и Донецкой народных республик стали участниками акции «Каникулы» с общественным советом. Полицейские и общественники организовали для ребят увлекательное путешествие по веревочному парку. О детских радостях и незабываемых впечатлениях от увиденного в репортаже Артура Мхце. Этот день рождения Юра Йовдий запомнит надолго. В составе группы ребят он оказался в таком месте, о котором далеко не каждый из постоянно живущих в Черкесске людей знает. Полицейские Карачао-Черкесии вместе с общественным советом при региональном МВД организовали для мальчишек и девчонок с Украины увлекательные приключения в усадьбе «Веревочный парк». Мы с вами сегодня поговорим и еще о правилах безопасности, чтобы вы смогли получить свою главную пятерку безопасности. Кто-то из ребятишек приехал в Карачао-Черкесию совсем недавно и пока только осваивается в нашей республике. Юра – уроженец Закарпатской области Украины. Находится здесь с 2016-го. Очень любит футбол и мечтает стать игроком команды из Черкеска. Впечатления от Карачао-Черкесии? Очень хороший город, мне очень здесь сильно нравится. Здесь все дружелюбные люди. Инструктаж, пожалуй, самая важная часть подготовки к путешествию в мир Тарзана. В отличие от героя произведения, этим ребятам страховка необходима. Без нее на маршрут не пустят. Какую бы трассу, детскую или для взрослых, они не выбрали. Сегодня мы собрали ребятишек из ДНР, из ЛНР, чтобы они вошли в социализацию, чтобы им было комфортно. Мы хотим их включить также во всех наших проводимых нашим общественным советом, во все акции. Когда смотришь на эти счастливые детские лица, даже не верится, что совсем недавно у себя на родине они видели совсем другое отношение. Но именно для лучшего вовлечения мальчишек и девчонок в повседневную мирную жизнь и проводятся подобные увлекательные, познавательные, полезные мероприятия, организованные полицейскими и общественниками республики. Артур Махце, Роберт Жигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести прямо сейчас премьера исторического сериала «Елизавета». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин